По домашнему заданию такой есть, ну, не то что вопрос, а просьба. Дело в том, что, например, у меня два последних домашних задания просто не было возможности сделать. И, то есть, вот, например, сегодня будет разбор полётов, да, после него, ну, как бы, чтобы не списывали, да, после него можно выложить правильное решение, чтобы, если хотя бы не было возможности сделать домашнее задание, то хотя бы посмотреть, как правильно ты думаешь, потому что там вот думаешь так вот, а на самом деле, может быть, совсем не так. Ну, я так понимаю, у каждого проекта появится. Конечно, в конечном счёте можно описать одно и то же самое. Я просто пока делал, я написал сначала через прэк, потом в переписке написали через, конечно, так можно, но можно ещё по-другому. Потом я сидел несколько часов, делал по-другому. Ну, конечно, я всё-таки не успел доделать до конца, конечно. Ну, я так понимаю. Не, разные способы это возможно и реально, и чем больше способов вы попробуете дома, тем легче вам дальше. Ну, я до конца не успел перенести функцию водильнику, но тоже по работе показывал, как, к сожалению, хотелось бы подогнать старое задание тоже. Ну, в том-то и дело, да, что сейчас придется делать новое задание к старым уже не успеть, скорее всего, а понимаешь, что выпускаешь какое-то плазнание. Поэтому хотелось бы хотя бы просмотреть, как правильно нужно было сделать. Если ты сам не успел сделать или не смог там, то хотя бы посмотреть, как правильно. Знаете, в прошлую группу мы вели именно так. Райкорд полётов, показывали, как правильно, и как показала практика, потом люди перестали делать домашние задания в 30-е. Поэтому нашёл один человек, который он сам сильно придёт в конце занятия, который делал домашние, один. Он один сейчас может идти на работу, всё остальное не готово. Вот, поэтому понятие это на вашей совете. Ну, уже замечательно. Если вам нужна работа, то делаем домашние задания, разбираемся и задаём вопросы. Нет, просто можно там быдлокодить, потом быдлокодить, быдлокодить, быдлокодить. В итоге там никто ни разу не исправил, но человек думает. Ну, наверное, так может. Да, ну, и всё, и получается. Я там успевала, я поправляла, я, наверное, на выходных. Но тем, что я просмотрю ещё раз всё, что есть, и буду поправлять, по ходу, если что, у кого-то. Так. Потому что, типа, да, отличие, кто сделал, дайте-ка посмотреть, ну, это не серьёзно. Вопрос такой. Просто, получается, разговор по домашнему заданию. У нас идёт, получается, строковик вначале берёт, ну, там, да, Леша, да, вот там турция, да, вот стандартная, которая выбирает контент. Оно выбрало, а потом уже разбивал, получается, в первом способе он через фрагмач делал, разбивал строконом астил. И оно разбивает её неправильно. То есть, некоторые берёт совосочетание, вносит как элемент. Ну, там даже почти предложение. Я помню, тоже такое было и по-моему. Оно на все, и оно даже через саб, ну, через, скажем, через... Там же несколько пробелов, может быть, либо НБСП несколько. Либо там есть кавычки, точка, кавычки, и пробела нет, и оно в итоге это понимает, как слово. Да, я знаю, но я смотрел просто там, пробелы есть. Там словосочетание, вот оно взяло словосочетание, запихнуло в элементы. И у вас есть? Я пробовал так сделать тоже, ну, вот убрав лишние, скажем, символы и запихнуть элементами. Оно убрало символы, и, конечно, всё здесь всё равно так же сделано. Ну, там их меньше, согласен, их меньше, не было. Пункция эксплот, да? Да. По пробелу разделена массивная. Ну, вот, где, да, вот, как ты говоришь. Что делает эта функция? Она, вот у нас есть там, ну, наша привычная мама-мыло-рама, да? Ставим один пробел, второй пробел, мыло, и тут ещё один пробел. Для этой функции она не понимает, что такое слово. Она не понимает, что такое пробел. Она вообще ничего не понимает. Она как работает? Нашла пробел? Ага. Значит, вот это первый элемент. Второй пробел нашла? Ага, вот здесь мы пустой элемент ставим, или пробел. Идёт дальше. Ищет следующий пробел. Вот это берёт за следующий элемент, и вот это. То есть лишние пробелы нужно было убирать. Каким образом? Нет, нет, ну, я же не в плане того, что у меня элемент появился пустой. Я в плане того, что, ну, у меня есть радость, славосочетание, ну, сейчас... Славосочетание, оно ещё могло вам захватить, как было правильно сказано здесь. НБСП, это... Но их четыре штуки, это их что-то же стоит. Да, кстати, у меня вот... Четыре штуки, ну, реально НБСП регулярно выгребает НБСП, но пять вот таких вот пробелов, вот почему-то они вообще не режутся. У меня вот реально есть там одно полностью славосочетание. Допустим, вот Дмитрий не горит, вот, вот, не обрезал, а тут стоит НБСП, я пробовал и по НБСП, и по числовому находить, я проверял, там, вардан, говорит, оно действительно заменяет НБСП, допустим, рандомные символы, которые там стоят, но пять словосочетаний, почему-то, ну, четыре, они вот, ну, остались разбитыми, а тут где-то ещё сейчас будет. Вот, жалоб преподносит наиболее актуальный. Стификсированный АСП. Так, сейчас мы взглянем. Так, и всё, ребят, по сделанным домашним заданиям, очень частая ошибка, сегодня в скайпе её обговаривали, обговаривали не просто так. Так. Помним школу вообще? Что такое пункция? Кто не помнит в школе? Кто-ли учили пункции? Кто-ли учили пункции? Да, говорит. Я, наверное, прогулял эти уровни. Я была так давно, если я не учусь. Что-то было по математике такое. Y от X равно, допустим, X. Да. В простой жизни у нас пункции, да? Не пригодятся. Вы каждый день ими пользуетесь, не зная того. Например, вы идёте на работу. Понимаете, что осталось пять минут и всё, по зарез надо там быть. Что вы делаете? Вы увеличиваете скорость. То есть время у вас, время прибытия на работу зависит напрямую от скорости. Правильно? То есть время прибытия – это функция скорости вашего передвижения. Просто вы так не мыслите, но математика описывает у нас, не знаю, если вам нужно быстрее прийти, увеличивайте время, увеличивайте скорость. Если, например, что ещё может быть? Можно сказать, что я опоздаю. Можно увеличить скорость и прибежать вовремя на работу. Часто вы, как программисты спать ложатся, знаете, ставят перед собой пустой скотан и полный. Один, если захочется, а сейчас второй, если не захочется. Вот. То есть это хохма лица просто придумано, потому что программисты начинают немножко и начать думать о жизни, немножко по-другому это всё воспринимать. Так вот, наша задача, чтобы вы вышли на тот уровень, чтобы немножко по-другому мыслить. Вот, 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 вот. Так. Так, так, так. Давайте хорошо функцию представим. У нас есть завод, да? Он у нас там молоко перерабатывающий завод. Или молотозавод как-нибудь, как его назовём. На него нам нужно поставить молоко, да? Мы ему отдаём молоко, а он нам уже и творожок, и кефирчик, и что-нибудь там, я знаю, пастеризует наше молоко, там в бутылочке разольёт. Много чего может сделать, там, да, чтобы йогурт ему получить, ему ещё что-то на вход нужно, правильно, там какие-нибудь бактерии, там, фрукции и прочие ерунды. Он у нас на вход что-то получает, на выходе отдаёт продукцию, правильно? Вот, вот он выполняет функцию. Функцию обработки молока. То же самое у нас происходит в ПХП. Нам нужно посчитать длину, количество слов к функции. Логично будет на вход этой функции отдать текст. Ну, смысл тогда функции, если вы на вход или ничего не отдаёте, присваиваете какой-то левый текст? Или вообще отдаёте что-то непонятное, чем непонятно, как пользоваться? Можно в примере функции? На вашем примере домашние работы. Домашняя работа у нас была читать текст какого-то URL, да? То есть первое, что мы делаем, считываем текст. Потом, что мы делаем? Считаем количество слов, да? А, нет, сначала мы обрабатываем текст. Собираем всякие лишние пиволы. Обработка текста, потом вычисление количества и словарный анализ. Кстати, словарный анализ делают всем политикам на их выступлениях вообще-то. Зачем это делается? Чтобы, проанализировав его речь, его рай, который спич райса, мог понять, что где-то он перегибается какими-то словами, надо их поубирать из текста. Правильно расставит акцент. Да, да, да. Словарный анализ. Вот перед любой работой, когда у нас есть какое-то задание, да, мы должны написать себе на листике, что мы будем делать по порядку. Считываем текст. Мы знаем, что у нас есть URL, откуда мы берем текст, да? Соответственно, мы можем создать функцию. Парнику с нами. Рис текст. Ром-юэрэй. Ром-юэрэй. В названии функции уже понятно, что она будет делать. Соответственно, на вход вместо молока она получает URL. Ей для работы, в принципе, больше ничего не надо. Мы пишем, что у нас текст правен. Да, иногда когда такие простые операции, может быть, и не нужна отдельная функция. Но я просто хочу, чтобы вы научились ими пользоваться, и не бояться функции, потому что чаще лучше, лучше маленьких функций, чем сплошной текст. А можно просто левее подвинуть? А? Можете левее подвинуть? Да, сейчас подвинем. Так, первая функция готова, да? Текст у нас читан. И здесь у нас есть return. Обратите внимание, название функции говорит, что она будет делать, для того, чтобы, открыв через пару недель свою программу, вы смогли вспомнить, что будет делать эта функция. Вы можете не вспомнить, что она там описывает внутри, посмотреть на функцию, подумать, ага, умный, такой я написал классный. Главное, чтобы по названию функции вы поняли, что она делает. Соответственно, раз она читает текст from URL, параметрам отдаем URL. Читали наш текст из URL и вернули его. Соответственно, если это все представить в виде нашего завода, вот наша функция, на вход она получила URL, на выход она получила текст из этого URL. То есть, вот он наш торный ящик, его еще часто называют, да? Что она что-то с этим делает, вот это все, это уже чисто техническая штука, а чисто логическая штука, что мы с ней отдаем URL, обратно получим текст. Соответственно, будет у вас задание прочитать другого URL-а текста, у вас не составит проблем его читать, у вас уже есть готовая функция для этого. То есть, вы учитываете, что когда вы пишете функцию, она должна быть... универсальную написать невозможно, но она должна быть максимально удобна в пользовании, чтобы вы в последующей своей работе могли ее использовать. Так, с этим понятно, да? Дальше точно так же вы пишете функцию обработки текста. На вход получаете грязный текст, выходит чистый текст. На самом деле, работа, что на русском, с русскими буквами, что с немецкими, например, буквами, французскими, это всегда сложность с кодировкой. Всегда. И каждая программа начинается с того, что мы выясняем, какие же символы у нас все-таки не попадают никуда. Универсального решения проблем нет, потому что разные кодировки на разных сайтах. Часто нужно фарстить, например, товары, прайсы, еще что-то, и вы фарстите с французскими, с немецкими, с русскими названиями, и начинаются какие-то чудеса. В каждом конкретном случае нужно смотреть, какие символы у вас выпадают, какие символы у вас не заменились в вашей очистке текста. Сразу не попиливать, что он не смеется. Да, да. Это всегда так, и, к сожалению, пока никто не придумал, как сделать универсальную работу с кодировками, почему мы в любом языке программировали. Это сложные данные. С них нужно повозиться, поковыряться. Я буквально, поскольку я сменила работу, я немножко загружена, сейчас больше, чем обычно. Поэтому я не успела написать, то, как можно обработать текст и как вычислить количество слов и словарный анализ. Но я дома обязательно посмотрю, и сегодня я вам продемонстрирую. Так. Дальше. Хотелось бы с вами сегодня поговорить. Мы все пишем, все классно, а как оно в жизни, да, будет? Ну, понятно. То есть мы пока пишем то, что не учитываем вообще пользователей. Ну, нет. Это нам не застал. Вот. Соответственно, хочется, чтобы пользователь все-таки мог куда-то ткнуть и что-то сделать. На этом сайте, чтобы он влиял на наши вычисления какие-то, чтобы он вводил какие-то значения. Эта часть у нас чуть-чуть пропала в HTML, но мы ее сейчас загоним. Самое элементарное общение с пользователем с помощью форм. Когда заходите на сайт, видите логин в форму. Когда регистрируетесь, регистрационная форма. Когда вы что-то где-то вводите в какие-то ящейки, это чаще всего форма. Иногда даже скрытые кнопки это тоже форма. Поэтому chtml-форм у формы у нас есть атрибут name например, логин или как назовете. И из обязательных параметров, которые мы указываем, это метод. Метод может быть под или где-то. Я сейчас пишу самую элементарную форму. Там у нас есть еще разве для загрузки файлов нам нужно еще указать тип формы, type. Пока мы его не пишем, пока используем стандартную форму, будем тренироваться на меню. Итак, в формах у нас что есть? Стандартная штука, куда мы вводим текст, это input type text. Все логично и только. Обязательно ему задаем имя, чтобы мы могли общаться с этой формой. Мы им запустим логин. У инпута есть тоже разные атрибуты. Пока пишем самый простой. Инпут самый закрывающийся текст. Или в конце пишем flash input. Так, есть у нас еще тип-боксы. И вот так тип-боксы. Угу. 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 Например, это когда мы соглашаемся с нашими какими-нибудь рецессионными соглашениями, как селед. Селед – это выпадающий список, в который мы можем что-нибудь туда дать выбрать. Ну и, например, в селедах мы это делаем с дату рождения, где мы очень удобно пользоваться. Ну, например, можно… Да, город же ж можно. Да, вот это же сейчас «Сити». Вот там, например, пользователей не много городов. Селед – «Сити». И поехали. «Опсен». «Вэлью» равно. «Ноль». «Еще не выберите город». «Ноль» – это значит, что город еще не выбран. «Город». «Рэш опсен». «Опсен». «Опсен». «Вэлью» равно 1. «Там, допустим, Харьков». «Харьков». «Вэлью» равно 1. «Там, допустим, Харьков». «Опсен». 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 «Да, я, кстати, не рассказала про метод «постыген». «Тут мы пишем или то, или то». «Чем отличаются методы «постыген». «Постыген». «Тогда мы отправим форму». Кстати, молодец, Настя не написала «экшен». «Экшен». «Файл.бхп». «Будем его обрабатывать». «Сюда форму». «Экшен указывает, если экшен, кстати, не указан, он будет отправлять форму в тот же файл, с которого вы создали форму. Это возможно, что экшена нету. И этот же файл будет обрабатывать форму. «Метод постыген». «Метод гет». «Если вы делаете метод гет из формы, то все, что вы ввели в форму, вы увидите в URL, когда придете на страницу. Чаще всего метод гет используется при переходах на другие страницы сайта. Это всегда гет. То есть, например, в нашей форме, вот в этой, в этой форме, чтобы мне можно было всплыть, с другого цвета маркетинга, что возьмем. Услову сказали, что у нас файл «пхп», да? Урл наш финальный. Вот тут написано, какой у нас там сервер. Финальный видит, выглядит. Знак вопроса. «Мем логин», да? «Логин» равно то, что вы введете. «Антерсант». Следующий у нас. «Антерсант» «Равно 1» и «Солок сити» «Равно 1». То есть, как только вы заполнили форму, если у нее метод «Гет», и вы нажимаете в конце, «Input Type Submit», это кнопочка, которая «Отправить форму». «Input Type Submit». Вы нажимаете на кнопочку «Отправить», и она вас пересылает на вот такой вот адрес. Все, что мы вводили в форму, будет видно вверху в браузере. Сразу говорю, регистрационную форму так делать нельзя, потому что пароль тоже окажется в браузере наверху. Чаще всего, я же говорю, «Гет» используется для перехода со страницы на страницу внутри вашего сайта. Чтобы спрятать все вот эти вот штуки, мы используем метод «Пост». То есть, регистрационная форма логина – это обычно у нас метод «Пост». И мы получаем ее в «ПХП» и обрабатываем. Как мы обрабатываем? В «ПХП» есть у нас глобальные переменные. «Пост» и «Гет». Ну, примерная рфм, которая физически действительно вот такая. То есть, после того, как вы нажали на кнопочку «Садлить», в вашем файле «ПХП» будут доступны пост, по ключику, вы можете просто распечатать пост. Это массив, который содержит все, что вы изделили в форму. И также вы можете его проверить, если вы на тот же файл ссылаетесь, пустой он или не пустой, то есть пришло вам что-то из формы или не пришло. Пост, 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 логин будет содержать в себе информацию вашего логина. Пост и гриб будет содержать значение, например, вставьте пост и гриб. В результате, после нажатия кнопки, в PHP вы получаете переменную кост, которая в себе содержит все значения с экрана. Для того, чтобы это понять, надо пощупать. Давайте создадим форму в вашем файле в PHP и отдельный файлик, который будет ее обрабатывать. Например, это форма регистрации, где пользователь вводит name, пароль, чтобы пароль спрятать и впустить паспорт. есть такая штука. Сейчас попробую скинуть. Можно один, можно отдельный, как удобно вам. скинуть. Если нет никаких особых пожеланий, ограничений. Если это нужно, то, 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 соответствующее обoz hug wave чисто. Продолжение следует... 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 Делайте маленькую форму какую-то, чтобы мы могли сразу попозвать с ней по работе. И на пароль массу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...